Открывай, говорю, ломай! Уговаривать хозяина особняка долго не пришлось. Сразу на пол. На пол. На пол. И вот в окружении силовиков мужчина лежит на полу, прекрасно понимая, впереди нерадужные перспективы. По версии следствия, пять лет назад этот человек стал участником банды, которая зарабатывала миллионы на аферах с автострахованием. Это была запутанная схема, в которой оперативники расставили все точки над «и». Злоумышленники через подставные юридические лица приобретали новые иномарки премиум-класса. Затем оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых значительно увеличивали стоимость транспорта. При страховании автомобиля аферисты подавали в компанию заведомо фиктивные документы. Таким образом, сумма страхового возмещения в случае угона или ДТП существенно возрастала, и случай всегда подворачивался. В банде в том числе были профессиональные каскадеры, и купленные иномарки они пускали в расход. Намеренно совершали столкновения с деревьями, стенами и другими машинами. Да так, что после аварии автомобили не подлежали восстановлению. Все, что оставалось, получить немалые страховые выплаты. Раз за разом эта партия разыгрывалась как по нотам. Все благодаря сплоченности членов банды и четкому распределению ролей. По версии следствия, злоумышленники провернули более 30 афер. Ущерб страховых компаний лишь по предварительным данным составляет 130 миллионов рублей. Разоблачение этой преступной схемы полицейские начали еще в прошлом году. Тогда в наручниках оказалось больше 20 человек. Масштабное расследование продолжается до сих пор. В федеральном розыске по-прежнему находится лидер банды. По статье «Мошенничество в сфере автострахования» всем участникам грозят внушительные сроки. Максим Ларин, Петровка, 38.